К сожалению, мы не живем на этой земле вечно. Все когда-нибудь заканчивается, и мы уходим. И на самом деле, мне кажется, не важно, сколько это продолжается, а важно как. Нина Ивановна – это такая яркая, удивительная, неповторимая звезда, актриса, индивидуальность, которая никого, мне кажется, при соприкосновении с ней не оставляла равнодушным. Она всегда оставляла след. В душе, в голове, в сердце, всегда. Понятно, что те роли, которые она сыграла, и Пиаф, и «Чистое небо», и другие фильмы, понятное дело, что это уже наш золотой фонд, это навсегда. И огромное количество поколений будет смотреть, наслаждаться этим явлением, этим талантом. Я могу сказать, что я, например, когда увидела Пиаф еще в будущей школьнице, это, конечно, такое потрясение было невероятное. И вот Леонид Евтифев абсолютно правильно сказала, совершенно было какое-то фантастическое впечатление, что женщина, которая не похожа на Пиаф, она не пела, голос Пиаф звучал за кадром. Но было полное ощущение, что на сцене Эдит Пиаф. То есть настолько Нина Ивановна вжилась, я не знаю, в эту душу, что она просто слилась с Эдит Пиаф. И эти глаза, наполненные каким-то трагизмом, эти руки, у нее совершенно невероятные руки по своей выразительности были. И было полное ощущение, что ты наблюдаешь жизнь Пиаф. А когда я пришла в театр после института, одна из первых ролей мне довелось сыграть в спектакле, который назывался «Кин или гений бесподства» с Геннадием Бортниковым, одной из главных ролей. И когда речь зашла о костюмах, мне принесли платье. Удивительное какое-то красотное платье. Я даже не знаю вообще, это какое-то немойки, ну, вверх, а вот такая, а-ля. Оно было все сверкающееся, переливающееся, расшитое стеклярусами, какого-то удивительного, тонкого, совершенного силуэта. И предложили вот такое платье. И когда я его одела, мне сказали, ты знаешь, что я это платью? Это платье Нины Ивановны Дробышиной. Она в нем играла какие-то там спектакли ранее. И я, конечно, была просто потрясена, что вот мне, молодой артистке, вот такой подарок театр сделал. И вообще Нина Ивановна и костюмы – это отдельная история. Потому что она, конечно, я даже не знаю, это даже не мода. Это какой-то внутренний стиль, который она сама диктовала в своей внешности и в костюмах персонажей, в которые она играла. И это, ну, не знаю, у меня, например, было просто физическое наслаждение одевать это платье, осознавать, что это платье Дробышиной, выходить на сцену и понимать, что, в общем, частичка этой энергии помогает тебе тут что-то делать. Еще одно очень яркое впечатление у меня было от Нины Ивановны. У нас был спектакль «Чайка», который поставил Геннадий Тростенецкий, и она играла Аркадина вот здесь, на этой сцене. Тригорина играла артист Сергеев, такой у нас был. И Нина Ивановна маленькая, очень хрупкая, худенькая. И Сергей, вот такой вот, он большой, да, и такой артист. И я поймала себя на щене, вот сидя здесь, в этом зале, что я не могу вообще понять, что происходит. Вот такая маленькая женщина заполняла собой всю огромную сцену, которая становилась маленькой. И это было очень странно, потому что, ну, обычно принято считать, что фактура имеет значение. Вот в данном случае она не имела никакого значения. То есть настолько огромная, сильная, выразительная была энергетика, что он оказался больше всех в этой роли. И она летала тут просто как фурия. И Сергеев оказался просто на две головы ниже, несмотря на то, что он был достаточно высокий артист. Вот такая вот энергия, такой талант, не знаю, такая жизнь, в которой человек проживал на сцене, вот создавала такие фантастические чудеса. Одна из последних ее работ, это была роль Фрау Шмидт в спектакле «Морское путешествие» 1933 года. И я увидела, как индивидуальность артистки, уникальная, неповторимая, влияет на создание образа. Вот участие этой артистки сделало так, что режиссер переписал образ. Он придумал сцены, он придумал монологи, он включил какие-то стихи, которые принесла Нина Ивановна. И все перевернулось ног на голову, потому что эта артистка диктовала вот именно такое решение этой роли. И все было сделано ради нее, потому что так надо было, потому что так жизнь, так энергия жизни диктовала, что это нужно выражать именно так, благодаря тому, что это делала Нина Ивановна. Ну и, конечно, когда она появилась на сцене на премьере, мы все ахнули от костюмов, в которых она пришла. Мы их не видели на репетициях. Это делалось все тайно. Судя по всему, она их сама придумала, с дизайнерами, и это было, конечно, феерие. И вообще всегда она, когда она появлялась где бы то ни было, ее внешний вид ошеломлял. Это было всегда что-то невероятно красивое, стильное, очень ей подходящее, то, что невозможно было не заметить. Вот такой вот уникальный след, уникальная жизнь. И такое счастье, что удается соприкоснуться с такими людьми, понаблюдать за ними, подпитаться от них, научиться у них. Спасибо большое, что Нина Ивановна, за такую возможность. Спасибо.